всех приветствую дамы и господа сегодня очередной ролик про слайд и сегодня видео мы разберем такую тему как сборки оружия снаряжение тем лучше бегать на данный момент потому что недальнее обновление у нас изменили урон поэтому мы немного спрашивали на стримах и видео поэтому я решил и записать для вас этот ролик на перечаун роликах как всегда я всем желаю приятного аппетита я всем желаю приятного просмотра а мы погнали к ролику итак давайте разберем сначала два вида оружия точнее получается это штурмовые винтовки будет несколько оружия и снайперские винтовки начнем с турмовые винтовки а именно какую сборку лучше для меня это есть четыре вида оружия с которыми я бегаю это лайт версия и фум версия начнем с лайт версии это получается версии которая стоит недорого но с ними опасно выходить в рейды почему потому что вас могут перестрелять поехали сначала сейчас мы будем искать давайте не так будем искать мы давайте мы будем искать ее склад это арсенал здесь мне проще будет лидераться вот сначала лайт версия это ак-74 м именно вот такая версия почему такая версия потому что это версия для скорости вы будете с ней бегать как флэш и вас трудно будет поймать но опять же при встрече шестым сетом на штык патронов то вы конечно будете так скажем так сравнивать одно место с пальцем в этой сборке отдача есть но опять же она контролируема можно хорошо перестреляться если чувак будет на пятом или там четвертом сайте то вы будете бог и царь перед ним поехали дальше это уже фум версии те на которых уже будет очень дорогая цена при сборке и которую будет жалко потерять начинаем мы с м ки а именно м4 а один вот такая сборочка нет в ру не такая сборочка это плохая сборочка вот такая сборочка нее вообще нету отдачи даже при таком прицеле она как вблизи так и на дальнее стояние просто имба то есть вы можете одевать эту сборку шестую патроны на нее одевать и остальные потом ныкать не сгораечку и просто вы будете всех наказывать запоминаю сборочку почему именно такая потому что у нее прицел меняется с 4 до 8 x вы можете как и снайпером быть так и убредить стрелять также с лазаря минусы она очень тяжелая и очень дорого стоит поехали дальше 2 это у нас получается кар очень третье оружие это коряк вот такая сборка напоминайте ее отдача контролируется можно даже бегать на 4x также сменять именно кратность 6 патроны которые разносит 6 сет спокойно минусы опять же очень большой занимает много места очень тяжелый и с ним очень сложно бегать потому что он же тяжелый повторюсь опять и последняя версия это имба на данный момент это получает ткс 416 почему потому что у нее есть такая функция как и добитие если вы человека положили на землю то через там 11 секунд он умрет потому что у нее есть добитие как у др ки только др ки ментальное добитие здесь дается время вот такая сборочка напоминайте отдача есть но она контролируется то есть вы легко можете контролировать плюсы 6 патрон который выносите любой сет и самый главный плюс это добивание то этого 4 вида оружия то есть получается а к 74 тут и есть еще один подвох вы можете бегать на такой сборке но я бегаю вот на такой сборке у нее отдачи тоже нету и принципе скорость будет чуть-чуть поменьше но выносливость также остается и вы бегаете чуть ли не всю карту вы можете прибежать на этой сборке поехали дальше это снайперские винтовки то мы берем снайперские винтовки здесь для меня есть три вида снайперские винтовки которые я рассмотрел для себя это начнем с мк-1 Снайперская винтовка, в которую вы сможете будет не брать с собой. Вы можете ее использовать как и стурмовую винтовку, так и снайперскую винтовку. Вот такая сборка. Если хотите вблизи стреляться, то берете такой прицел который 4x с ним можно и вблизи перестреляться. Если хотите снайпера быть, то увеличивайте на 8x и стреляйте с снайперской винтовкой. Шестой патрон, опять же, просто ебать. Для меня. Я только с ней бегаю и с собой стурмовую винтовку я не беру. вторая по первым так топовому оружию это b1 сас всеми любимая b1 создав такая сборочка принципе стандартная сборка ничем не меняется можно здесь поменять но я принципе бегаю вот на такой сборке прицел можете поменять там на опять же 4x и 8x ну обычно ее берут когда берут собой смыться моему винтовку то вы на нее вешайте 8x без блика запомните потому что блик вас как бы выдает вашу миг его позицию скажем так местоположение и третье это имба имбой это конечно dr10 наша любимая dr10 почему потому что в нее есть автонаводка вот такой вот удеваете глазачок и он вам делает фиксацию то есть он наводится на чувака и при 10 секунд наводки вы можете моментально в голову убивать и у нее есть такая функция как добивание игрока то есть если вы предложили то моментально умирает и все и выйдет на нем кажется бог и царский если вы берете ее и берете кс-416 то блин вам равных нету скажем так главное это скилл и руки и вы можете людей наказывать что касается сетов это самый главный момент именно сет какой девать как было раньше вы могли одевать 5 в шлем и 5 в броню и вы могли спокойно выносить 6 сет даже в этом сети вы ничего не сделаете против 6 это скажем так тасс роляют остые сеты и да у них нету этого получается ползунка вверху который показывать где находится человек но и без него вы можете спокойно на ухо то есть а именно на шум от ног так далее понимать где человек находится поэтому первое место я отдаю что правильно я отдаю плему 6 л почему 6 л сейчас я вам все покажу и объясню то есть л почему у него идет снижение урона даже если будет по нему стрелять то вы выдержите любой там урон скажем так плюс к этому да вы не слышите ничего но опять же вам главное получение урона потому что даже если дырки в него стрельнут если он будет полный то возможно то что вы не не умрете а то есть у вас просто поломается шлем потом я вам советую из шестых шлетов шлемов извиняюсь одевать это 6 а шлем где он у меня есть это вот такой шлем у него опять же урон 55 то есть класс брони 6 я и говорил и у него также то есть шанс то что вы не умрете здесь то самой дырки и третье это 6 вышли но самые имбовые это конечно 6 или потому что у него снижение урона опять же снижение урона это то что у вас не будет проходить урон также как и допустим 6 в и идем дальше брони это выбор огромный опять же здесь 6 или 6 есть а есть такие как 6 с 6 в но я советую вам либо 6 в потому что у него опять же снижение урона идет или 6 или потому что он защищает и ноги и руки и тело если 6 выберем то у него только снижение тела и рук как видите поэтому да у него есть минусы это он очень тяжелый у него меньше скорость передвижения он выдает шум но это все перекрывает то что он у него идет идет снижение урона у него прочность 217 сколько нужно высадить пульс чтобы его сломать поэтому для меня топ-1 этот шлем я бегаю и то что даже у него есть там мне это бы как бы помехи не делает ну либо девать 6 а она без шумки то есть вы можете как сидя так и лежа это легко ползти и вас не будет слышно но опять же у нее только защита рук и тела как и у 6 в но тут вы можете урон делать меньше и стоимость будет у него меньше чем этого это вот стоит 300000 а у этого стоит 300000 тут решать вам но я советую именно 6 или шлем точнее броню дальше что дальше я с собой беру еще шприц и такие три вида шприцов это для увеличения веса чтобы вы могли бегать это для самооживления а это против газа еще можно взять шприц который восстанавливает вам хп но это уже на любителя для меня там для адреналии наберут с собой и так далее я это не люблю потому что вы кучу времени тачиной шприцы а толку честно говоря от них ноль вообще мне если у вас дырка вас будет за вами наблюдать то ваши шприцы ничего не помогут она при наведении она будет моментально вас сажать поэтому для меня у три вида оружия три вида шприца это фиолетовый там оживление и против газа и все меня это достаточно принципе для перестрелок скажем так принципе вот такой ролик получился ставим лайки дизлайки пишем комментарии все ли я показал может быть у вас есть другая версия как гонять либо может быть чем-то дополнить на каждый комментарий отвечаю и да не забываем то что на 3000 подписчиков я делаю очень масштабный розыгрыш где проведу стрим и буду развивать всякие предметы всякие брюшки поэтому подписываемся делаем 3000 подписчиков но я всем желаю удачи всем пока